Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Канакова онлайн. Вместе с нашей командой мы продолжаем исследовать наш город с точки зрения благополучных условий для проживания. В предыдущих выпусках мы выяснили, что у нас красиво, экологично и душевно, но нехватка рабочих мест, низкая заработная плата и отсутствие высших учебных заведений и перспектив тянут людей в большие города. Тем не менее, в нашем городе готовят хороших специалистов. Давайте выясним, каких. В этом году наш колледж выпустил 93 студента, из них 59 человек очного отделения, остальные заочного. В этом году у нас подано 37 заявлений при контрольных цифрах приема 55 человек. У нас предусмотрено две специальности. Это тепловые электрические станции и электрические станции сети и системы. По популярности больше, конечно, электрические станции сети и системы, но с точки зрения востребованности больше предпочтение отдается тепловым электрическим станциям. На следующий год, то есть на 2022 год, контрольные цифры приемы у нас будут увеличены, список специальностей у нас тоже будет расширен. У нас будут такие специальности, как строительство и эксплуатация зданий и сооружений. И мы планируем и хотели бы, по возможности, конечно, открыть специальность бухгалтерский учет и информационная система. Наш колледж осуществляет образовательную деятельность по двум адресам в городе Конокола и в поселке Реткино. В 2020-2021 учебном году мы выпустили 98 впускников. На данный момент у нас уже 62 заявления. Набор открыт по 125 бюджетным местам, плюс еще 25 мест по договорам, так называемое, платно, и еще 10 мест на заочное отделение, тоже платно. В этом году мы открыли набор по пяти профессиям и специальностям. В поселке Реткино это сварщик ручной частично механизированной сварки на плавке и коммерция по отраслям с пересвоением квалификации менеджер по продажам. В Конокола это наш традиционный повар-кондитер, это мастер общестроительных работ с квалификациями каменщик и электросварщик ручной сварки, специальность гостиничное дело. По договорам мы набираем в Конокола на коммерцию по отраслям и заочное отделение тоже набираем по специальности коммерция по отраслям. На сегодняшний день мы думаем о том, чтобы нам открыть профессию мастер декоративных и отделочных строительных работ. По данным Центра занятости Коноколского района на июле этого года было зарегистрировано 227 человек, которые ищут работу. В свою очередь потребность работодателей в сотрудниках составила 1043 вакансии. Из них очень много запросов на низкоквалифицированных сотрудников с зарплатой до 22 тысяч рублей. Запрос на высококвалифицированных сотрудников, таких как учителя, инженеры, врачи, очень мал. Чтобы получить государственную помощь в поиске работы, нужно заполнить электронное заявление на единой цифровой платформе «Работа в России» трудвсем.ру, авторизация на которой осуществляется через госуслуги. Далее сотрудники Центра занятости помогают встретиться работодателю и работнику, или же работодатель выходит на сотрудника сам. По данным Центра занятости, часто обращаются граждане, имеющие узкую специализацию или не имеющую профессию, что затрудняет подбор подходящей работы. В этом случае специалисты Центра предлагают пройти соискателям переподготовку, либо получить новую профессию, востребованную на рынке. И все это можно сделать абсолютно бесплатно. А как обстоят дела с практикой и трудоустройством у студентов наших колледжей? Студенты нашего колледжа проходят практику на предприятиях города, Москвы, Московской области. Вот в этом году впервые за много лет практика оплачиваемая. Это очень стимулирует ребят, им нравится. И в дальнейшем они могут трудоустроиться на те предприятия, где проходили практику. Также у нас достаточно много приходит запросов с предприятий Тверской области, но вот в отношении как раз-таки теплотехника. Поэтому желающие устроиться на работу по специальности вполне могут это сделать. Но вот, к сожалению, как правило, это другие города, где есть крупные станции. Поэтому они вынуждены уезжать. С практикой у наших студентов вообще никаких проблем нет. Что касается, например, города Конакова, все мы прекрасно видим развитие гостиничного бизнеса в нашем районе. Поэтому и наши основные две профессии – это повар-кондитер и гостиничное дело – без практик вообще не остаются. Основными нашими работодателями являются комплекс отдыха «Завидова», «Рэдисон», «Конакова-Ривер-Клаб» и, в общем, все остальные наши гостиничные комплексы. Что касается наших таких технических специальностей и направлений, то это бифар-технологии в Реткино. Это там нас сварщики проводят свою практику. А по специальности коммерция, по отраслям у нас заключен договор с группой компаний «Агропромкомплектация». Почему местные жители покидают регион в поисках работы? Думаю, что главной причиной является уровень заработной платы, который на порядок выше в Москве и Московской области, чем, к сожалению, у нас. По данным Центра занятости Конаковского района, средняя зарплата учителей составляет около 15 тысяч, воспитателей – около 18, а поваров – около 27. Безусловно, это очень маленькие цифры. Но даже там, где готовы платить зарплату на уровне Клина и Зеленограда, испытывают дефицит сотрудников. В данный момент вопрос с открытыми вакансиями стоит очень острым. Есть большая нехватка кадров. Сейчас открыты у нас вакансии на сотрудников кухни и на менеджеров смены. Какие условия мы предлагаем? Это официальное оформление, достойная заработная плата, выплаты два раза в месяц. В среднем мы привлекаем молодых специалистов, которые имеют возможность работать по гибкому графику, на которую могут сами они выбирать, при занятости 3-4 смены в неделю по 8 часов доход в среднем 20-25 тысяч рублей. У сотрудника, который работает на постоянной основе, в среднем где-то от 30 до 40 тысяч рублей в зависимости от выработки по часам. Если сотрудник хочет дальше развиваться, есть возможность вырасти до менеджера смены, это происходит довольно быстро, в течение 2-3 месяцев, то заработная плата уже в районе 50 тысяч рублей на руки. Также мы нанимаем специалистов без опыта работы, мы готовы сами обучать сотрудников, очень ждем молодежь. Я думаю, что нам сложно найти на сотрудников, в первую очередь, потому что от человека нужно желание работать, амбиции, желание дорасти дальше, много учиться и, соответственно, зарабатывать. Вот такую возможность мы предоставляем. При этом не надо никуда уезжать, можно остаться в городе, работать по гибкому графику, подстраивать его под свои хобби, под возможности учиться и оставаться в родном городе. Сегодня в Конаковском районе есть возможность найти работу, но в основном спрос на низкоквалифицированных сотрудников с небольшой зарплатой. Выпускники конаковских колледжей уезжают работать в другие города, а те, кто продолжает обучение после колледжа за пределами региона, в большинстве своем не возвращаются. По мнению Центра занятости Конаковского района, это связано с неконкурентно способной заработной платой на территории района, слабо развитым транспортным сообщением в районе, дисбалансом спроса и предложением кадров на рынке труда нашего района. Ответ на вопрос, каких специалистов готовить и какие условия труда им предоставить, чтобы они не уезжали, лежит на поверхности. И у Конаковского района есть все шансы его найти. С вами была Настя, подписывайтесь на Конакову онлайн. Если вы работодатель, пишите, каких кадров вам не хватает. Если вы соискатель, пишите, какую работу вы хотите найти и какую зарплату хотите получать. Увидимся в следующих выпусках.